Продолжение следует... Добрый день. Добрый день. Марк, как вам пришла в голову идея создания сервиса Brink? Ведь это очень далеко от вашей предыдущей деятельности в области арт-бизнеса и иного подобного. Идея родилась, можно сказать, случайно. Однажды я заказал корм для своей собаки в интернет-магазине. Это было в Москве? Это было в Москве после возвращения уже из-за границы. И обещали привезти доставку в тот же день. На следующий день позвонили, или даже через несколько дней позвонили и сказали, что доставка по всей вероятности задержится. Тогда появилась идея создать курьерский сервис, который бы работал четко, вовремя и с колоссальным ресурсом курьеров. Хорошо. Тогда у меня тут сразу возникает вопрос, четко и вовремя. Это вроде бы из области такого военизированного подразделения, где все курьеры просто все молодцы, как на подбор, ездят быстро, нигде не задерживаются, все вовремя находят. Мы же говорим о несколько иной системе, именно то, что мы произнесли в самом начале, о P2P-доставке. Расскажите нашим зрителям о том, как устроен Бринго, это первое, как его механики задействованы и какие нынче показатели у него. Ну, идея простая. Каждый курьер, в принципе, это каждый человек, который передвигается в Москве так или иначе. Потенциальный курьер. Он потенциальный курьер, да, потому что все мы ездим на работу, в ВУЗ, с работы и обратно, и тратим на это колоссальное время, и, в принципе, могли бы по пути заработать. В Москве больше 10 миллионов жителей, это гораздо больше, чем 300 тысяч одних курьеров у Гоголя, насколько я понимаю. Хорошо. Да, это потенциал. Для того, чтобы вступить в Бринго, необходимо всего несколько параметров. Человек должен обладать мобильным, то есть смартфоном, с мобильным интернетом. И до сих пор мы пользовались картами нашего банка-партнера «Океанбанка». Буквально через пару недель человек с любой картой любого банка может подсоединиться к нашему сервису. Поясню, почему важна карта любого банка. Понятно, что когда вы вызываете курьера, то к вам приходит человек фактически с улицы. Да, вы доверяете ему некую материальную ценность. Совершенно верно. А еще, не дай бог, документы. Совершенно верно. Поэтому оценочная стоимость груза, отправления, блокируется на время доставки на карте курьера. Чтобы он с ним не сбежал и довез его туда, куда он был. Ну да, чтобы вообще идея о том, чтобы пропасть по дороге, она становится нерентабельной совершенно верно. Понятно. И все, в принципе, любой человек, передвигающийся по Москве, может приступать к доставке товара. Ну вот я хотел бы сравнить ваш сервис Bringo с тем же сервисом Udo. Вот чем вы принципиально отличаетесь от него? Можно, например, перечислить основные различия? Там ведь тоже большое количество людей, которые краудсорсятся по большому счету. Да. Ну, конечно, первое различие между нами в том, что мы сконцентрированы именно на доставке. Мы не выполняем всего спектра задач, которые возможны на Udo. Но преимущество наше в том, что мы очень сконцентрированы именно на процессе доставки и на времени исполнения заказа мы стремимся выполнить доставку за 90 минут в пределах МКАДа или в точное время, которое рассчитывает Google Maps, если 90 минут невозможно. То есть доставка точно в срок – это наше конкурентное преимущество. Кроме того, у нас несколько другой подход именно к подбору исполнителей. Если в Udo обязательным шагом к преступлению и исполнению является прохождение интервью, отбор претендентов на… То есть здесь только формальные два признака – карточка «Океанбанка» и наличие смартфона, правильно? Совершенно верно, да. Так как мы собираемся масштабироваться в другие регионы, в другие страны, вот момент масштабирования, он очень важен. Поэтому, когда необходимо проходить интервью, какая-то вот такая ручная обработка каждого кандидата… То есть вы ее исключаете? Мы стараемся ее исключить. И наше, ну такое мото, можно сказать, это 0% оффлайна. Давайте заглянем тогда на сервис со стороны клиента, имеется в виду и отправителя, и получателя. Кто определяет стоимость переправляемой посылки? Это вычисляется автоматически или клиент сам определяет стоимость? Раньше у нас была фиксированная цена, но на данный момент цена рассчитывается в соответствии с расстоянием от точки А в точке Б. То есть это похоже немножко на такси. Если вы едете недалеко, то платите немного, если далеко, то цена растет. Ну и цена… Есть надбавки за вес, за время дня, ночные доставки, скажем, дороже, доставки в выходные дни дороже. А какая минимальная сумма должна быть на карте у курьера? Минимальная сумма – это стоимость самой доставки. Почему стоимость доставки тоже мы блокируем? Потому что человек может принять доставку и потом сказать, нет, я лучше пойду с друзьями, мне позвонили, пойду пиво попью. Поэтому он должен понимать, что нажав на кнопку «Принять заказ», он обязан все-таки этот заказ принять и довести до конца. Поэтому мы блокируем стоимость доставки плюс стоимость самого груза. Если груз ничего не стоит, если это какой-то документ, который отправителю не так важен, то это стоимость доставки в районе 300 рублей. Ну документы, как сказать, это же не оценочный, вернее не отправители оценивают этот стоимость? Нет, именно отправители оценивают стоимость. То есть есть у нас еще оценка отправителями, я как раз хотел добиться, да? Есть стоимость доставки и есть оценочная стоимость отправления. Насколько вы оцениваете стоимость вашего груза? Если это документ, который стоит, опять же, сотни тысяч рублей, долларов, то вы оцениваете его и заявляете о его стоимости, и тогда курьер принимает на себя именно эту сумму как гарантию. Правильно же теоретически возможна ситуация отправки одного килограмма золота, если найдется, опять же, теоретическая ситуация, курьеру, которого на карточке вводит соответствующая сумма для, что называется, покрытия возможных убытков и расходов для переправки килограмма золота. В самой системе заложена такая? Теоретически, да, это возможно. То есть, в данном случае еще мы можем говорить о том, что курьеры могут фильтроваться не только по нахождению где-то поблизости от данного отправителя, но и по своим финансовым, я понимаю, возможностям, возможностям, возможности именинники, остаточный счет на карте, переправить груз в такой же стоимости. Конечно, это очень важный момент в фильтрации. То есть, это геолокация, это наличие средств на карте, ну и рейтинг, конечно. То есть, если в данном месте у нас находятся два курьера, причем курьер А находится даже ближе к клиенту, но у него недостаточно средств, то, скорее всего, за заказ по поводу курьер Б. Да, он физически не сможет его принять. Но помимо этого фильтра курьер сам решает самостоятельно, когда ему нужно, вернее, к какому клиенту он может обратиться, подъехать. Если в какой-то локации их будет, скажем, двое-трое, возле станции метро Сходинская, предположим. У нас нету никаких инструментов давить и заставлять свободных курьеров исполнять доставку. То есть, это чисто такое волонтерское решение. Если вам удобно, если у вас есть время. То есть, если вы заняты, вы просто отключаете приложение, ставите его на статус «Занят». Тогда предложение просто не поступает. Но не может ли случиться так, что какая-нибудь очень неудобная посылка с точки зрения географии или веса может, не знаю, днями, неделями дожидаться своего курьера? Для этого у нас есть штатные курьеры, которые должны покрывать вот эти неудобные или нежелаемые посылки. На данный момент соотношение штатных курьеров, ну их по факту большинство, привлекать краудсорсеров мы начали буквально месяц назад. И уже сейчас свободные курьеры выполняют где-то 30% доставок. В будущем мы хотим довести это число до 99%. Но всегда будет такая бэкап-опция, когда доставку повезет штатный курьер. Ну вот возьмем ситуацию, которая случится у вас в каком-то ближайшем будущем, когда действительно штатные курьеры будут исключительно бэкап-опции. А при наступлении какого момента включается у нас, у вас, вернее, да, получается, штатный курьер? При, как сказать, в тот момент, когда в течение 10 минут, 20-30 ни один курьер-волонтер не отозвался, сколько должно пройти времени для того, чтобы клиент не почувствовал себя обманутым, обделенным и брошенным? Ну, точное время мы сейчас пытаемся понять и вычислить, да, потому что необходима какая-то статистика, которой еще не накоплено достаточно много. Ну, скажем, если мы видим, что там через в течение 10 минут доставка не принята, то мы передадим эту доставку штатному курьеру. В одном из своих интервью вы говорили о том, что рассчитываете в большей степени на молодых людей в качестве курьеров, не на пенсионеров. Ну, школьники отпадают, потому что у нас есть фильтр 18+, остаются, получается, студентов. Ну, студенты – это такой сезонный фактор. Два вопроса в связи с этим. Кто еще, кроме студентов, какие социальные группы могут стать вашими волонтерами, и как вы боретесь с сезонными факторами в зиму, сессиями, каникулами и так далее? Ну, кроме студентов могут быть все молодые люди, которые уже кончили вуз, или просто молодые специалисты, которые начали работать, но уровень доходов недостаточно высок в первые годы карьерного роста. Это могут быть люди, которые просто хотят подзаработать какую-то цель, скажем. Заработать на поездку, на отпуск, или заработать на какую-то вещь X. Это могут быть молодые семьи, которым постоянно необходимы какие-то деньги. То есть мы, конечно, целимся на молодых людей, но ни в коем случае не исключаем курьеров и более старшего возраста. А пенсионеров рассматривать? У них проезд бесплатный. Ну, в принципе, мы рассматриваем пенсионеров тоже. Если они достаточно свободно владеют смартфоном, мобильными технологиями. А, то есть это является как право ограничительным. Ну, это какой-то, да, такой порог входа. Но, естественно, мы не можем уграничивать по возрасту никого. Если человек продвинутый достаточно в этом плане, то почему бы и нет? Давайте вернемся к деньгам. О своем апрельском интервью ресурсов The Village вы говорили, что, цитирую, когда мы перейдем на краудсорсинг, то будем брать с курьеров комиссию в размере 20% от суммы доставки. А сейчас в оферте, которую можно прочесть в мобильном приложении, фигурирует сумма в 10%. Так сколько же? 20-10? Мы берем 20% в конечном этапе. Тут путаница немножко, она юридическо-бухгалтерская. Так как две стороны участвуют в сделке, так сказать, то мы берем процент, ну скажем, грубо говоря, 10% с отправителя, 10% с курьера. В общей сложности получается 20% от стоимости доставки. Мы опять же говорим о стоимости доставки, именно то, которое как такси мерится километрами и весом, не от оценочной стоимости. Что входит в то, что мерится рублями? Да, я понимаю, который вычисляется, исходя из веса и километров, не от оценочной стоимости посылки. Ну, грубо говоря, доставка стоит 400 рублей. Курьер получит на карту, сколько получается? 320. Да. И эта сумма, ну чисто теоретически, будет разделена на 10% от отправителя и 10% от курьера. Но по факту он получит вот те же самые 320 рублей. Давайте поговорим о том, кто отвечает за сохранность груза. Утрата, порча груза, как распределяется ответственность и ведете ли вы арбитраж вот этих всех спорных вопросов? Когда курьер берет доставку, на его карте блокируется оценочная сумма. Что является гарантией сохранности? То есть, желание исчезнуть, украсть, не довезти, испортить груз как-то отпадает. Ну, тем не менее, он не исчез, но он поскользнулся и упал, разбил хорошую хрустальную вазу. Груз испорчен. Замочил ценные документы или там что-то еще такое, боящиеся воды. А как будет происходить возмещение ущерба, арбитраж, оценка? Кто виноват? Может быть, и клиент не предоставил каких-то определенных, предоставил плохую какую-нибудь коробку? Мы занимаемся вот такими спорными вопросами. Конечно, все разбирается. И мы, если будет доказано, что правда порча произошла по нашей вине, то мы готовы будем возместить убыток. И мы от этого не уходим. Бринга берет на себя ответственность за сохранность груза. В ходе работы курьеры должны по разным поводам, насколько я знаю, отзваниваться вам непосредственно в офис. Вот какова пропускная способность колл-центра у вас? Это ваш собственный колл-центр или вы на аутсорсе какой-то? На данный момент это наш собственный колл-центр. Мы постоянно его расширяем. На данный момент у нас 5 сотрудников. По всей вероятности, в ближайшее время он вырастет до 10. Но, скорее всего, мы перейдем на аутсорсинг, потому что мы не можем расти беспредельно. И наш собственный аутсорсинг, скорее всего, останется для таких решений более сложных вопросов, арбитража. Как устроен ваш маркетинг? Это охватные медийные компании или все-таки вы работаете через социальные сети? Я так полагаю, что это должны быть две разные компании. Одна для привлечения заказчиков, клиентов, отправителей, получателей, а другая для привлечения волонтеров. Или я не прав? Совершенно верно. У нас две очень разные аудитории, которые мы должны постоянно коммуницировать. На данный момент мы запускаем достаточно крупную медийную кампанию. То есть это первый раз после выхода на рынок мы заявляем о себе. До этого основные каналы коммуникации, это был, естественно, контекст, это какие-то соцсети, это пиар. Но мы чувствуем, что настал момент, когда мы можем уже так полнометражно заявить о себе. И в ближайшее время выходит наше… Заявите о себе кому клиентам, это же две разные аудитории. В первую очередь мы заявляем о себе клиентам, но, естественно, что это работает и на такой бренд-авернесс со стороны курьеров. То есть в следующий раз, когда они увидят наше объявление, они уже, скорее всего, будут знать, что это бринга. Ну, приоритетным направлением компания рекламная является именно, в первую очередь, клиенты, да? Да, клиенты. Но параллельно, может быть, с не таким большим бюджетом, но параллельно мы идем и на каналы, которые обращаются к клиентам. А какие каналы обращаются к клиентам? К волонтерам, я имею в виду. Основные каналы общения с потенциальными курьерами – это, прежде всего, вузы. Это те каналы, где мы можем обратиться к огромному количеству курьеров. Это, естественно, какие-то виды транспорта, это, скорее всего, реклама в метро. А в вузах – это тоже какие-то объявления? Это объявления и это живое общение нашей такой инициативной группы. Мы вот начали вот с 1 сентября активно с ними общаться, и интерес очень высокий. Ну, естественно, это и социальные сети, и всякие студенческие какие-то группы, группы, которые ищут подработку и так далее, и так далее. И есть первые шаги в создании таких каких-то активностей. Начали, скажем, сотрудничать с антикафе, ну, просто с кафе, в те места, которые популярны среди молодежи, где мы можем объяснить о наших преимуществах. Я понимаю, что все эти маркетинговые активности требуют большой бюджетов, и вы уже получили 50 миллионов рублей инвестиций и планируете второй раунд. Что вы планируете в дальнейшем потратить эти полученные инвестиции и планированные инвестиции? Только лишь на маркетинг или на инфраструктуру? Скорее, это будет первый раунд. В наших планах развитие продукта и выход в регионы. И понятно, что Бринго – это не российский, то есть не исключительно российский проект, и такому сервису есть место и за рубежом. Сейчас мы рассматриваем первые страны, которые могли бы быть заинтересованы в таком виде сервиса. Скорее всего, это будут страны развивающиеся, то есть это будет более эффективно, уровень дохода исполнителей там не такой высок, как, скажем, в Соединенных Штатах или в Европе. И мы предполагаем, что туда будет легче и менее расходно зайти. Поэтому мы думаем и о Латинской Америке, и о Азии. Какую доходность вы планируете в будущем, чтобы оправдать ожидания инвесторов? У меня сейчас нет, к сожалению, бизнес-плана, но к концу 2017 года мы собираемся выйти на… ну, если перевести это в количество доставок в день, то это десятки тысяч доставок в день. Ну, с каждой доставки мы… наша комиссия составляет там порядка двух долларов. Точных цифр не могу сказать, но это получается достаточно серьезная сумма и привлекательная для инвесторов. Ну, предоставим нашим зрителям самостоятельно посчитать ваши будущие доходы и прикинуть, какие могли бы быть расходы при наличии колл-центра, поддержке инфраструктуры. У нас достаточно продвинутая аудитория, которая считает очень быстрой, которая сама на ваших моделях создает собственные бизнесы. На завершение хотел бы задать такой вопрос. Мы говорили о том, что вы планируете экспансию в другие страны, в первую очередь развивающиеся, но, в общем, необъянные просторы России, я думаю, что тоже еще до конца вами не освоены. На какие города вы еще планируете выйти и какой минимальный, кажется, порог, скажем, населенности должен быть там от миллиона, от 500 тысяч? Где интересен этот сервис? Мы постоянно получаем заинтересованные обращения из классических курьерских служб, из всех регионов. В ближайшее время мы выходим уже в Питер и в Екатеринбург, или к концу, скорее всего, к концу этого года. По идее, наш сервис задуман, конечно, для крупных городов. Это города-миллионники. Да, но, в принципе, ничто не мешает это открыть в каком-то даже небольшом городе, но, естественно, что там обороты будут небольшие, но если нашему партнеру будет интересно все-таки использовать нашу технологическую платформу для своего города… То есть вам это по франчайзингу интересно распространять платформу, да? Ну, в принципе, да. Ну что ж, Марк, большое спасибо за интересный рассказ о таком, я бы не сказал, не просто даже, может быть, краудсорсинге, но, может быть, даже гражданском таком сервисе. Оказалось, что наши граждане очень много могут сделать полезного и доброго для других граждан. Еще раз спасибо за интересный рассказ. Спасибо большое. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Это была программа «Бизнес онлайн». С вами был я, Сергей Иванов. И наш сегодняшний гость – основатель сервиса «Бринго» Марк Капчиц. Всего вам доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова